Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ввиду того, что немножко я заболел, буду, наверное, покашливать, так что извините заранее. Итак, осталось с гражданским мужем, пишет автор вопросов. Обратите внимание, пожалуйста, на то, что вы, получается, так и не вышли замуж за этого человека. То есть вы, ну, как бы, не женились, официально не заключили брак. Вот, со своим супругом, со своим, ну, со своим мужчиной, получается. То есть это первый момент, на который нужно обратить внимание, что вот вы, значит, какое-то время были со своим мужем, со своим мужчиной, точнее, но это не был ваш муж. Он был для вас сожителем. Это был сожитель. И в период почему-то с этим сожителем вы как-то вот не создали семью, да? Вот, ну, родили ребенка. Дальше, вы пишете, всегда был хорошим отцом и мужем. Ну, что значит хорошим? Хорошим это как? Вот вы пишете, зарабатывал для семьи, делал ремонт, помогал в будни с ребенком. Понимаете, это больше похоже на обслуживание. Вот, не обижайтесь, но это больше похоже на обслуживание. Ну, понимаете, на содержание, на обслуживание. Ну, никак на, ну, никак это не похоже на какой-то вот эмоциональный, да, контакт между вами и, собственно, партнером. Выходные до рождения ребенка всегда проводил без меня в деревне, я у своих родителей. Ну, опять же, как вы к этому относились? Как вы относились к тому, что вот такая ситуация происходила? До четырех месяцев ребенка всегда был с нами. Ну, смотрите, что здесь хочется сказать. Вот, вы говорите, всегда был с нами. Хочется спросить, с кем, с кем с нами? То есть мы, мы это кто? Вы здесь как будто бы сливаетесь с ребенком? Вот. Ну, со своим ребенком, в смысле, как будто бы вы и ребенок это одно целое. Оно может быть и правильно. Ребенок у нас все-таки маленький. Но, на мой взгляд, все равно, тенденция это несколько опасно. Ну, по крайней мере, я так вижу, я так вижу и я так думаю, что это опасная тенденция. Опасная тенденция, когда, когда вы находитесь где, говоря, вот, собственно, о том, что вот с нами просто, ну, опять же вот, просто хочу как-то вот. Повторить этот, этот, ну, повторить этот момент, да? Вот. А, собственно, с кем, с кем с нами? Мы это кто? Вот. Вот. Вот на это, мне кажется, нужно вам обратить внимание. Вот. Понимаете, да? То есть, как будто бы здесь, для вас, эм, важен не столько контакт с вашим, ну, вот, с вашим, ну, вот. Мужчина. Скажем так. А сколько его присутствия. Причем присутствия, вот, больше, так скажем, в эм, физическом плане. Вот. Это, конечно, не может не оказывать влияние на отношения. Потому что человек, вполне может быть, эм, чувствовал себя, вот, неудовлетворённым. Вот. Это помимо, это помимо, помимо, помимо того, что у него, вероятно, эм, есть проблемы с, эм, алкоголем. Ну, судя вот, по, эм, судя по тому, что вы описываете, да, вот, а, у него могут быть, э, проблемы с алкоголем. Вот. Вот. Дальше. Опять начала вставлять, но мне тяжело, сказала, будем втроём ездить. Ну, вот здесь у вас, э, знаете, как, э, какая-то, знаете, э, директива. То есть вот, сказала, будем ездить втроём. Ну, то, что вам тяжело, это понятно. То, что вам тяжело, это само собой. Ну, и ваш, э, способ обратиться с тем, что вам тяжело, э, ваш способ обратиться с тем, что вам тяжело, на мой взгляд, несколько деструктивен, потому что, э, вы не выразили свои чувства человеку. Несколько не рассказали ему об этом, не поделились с ним, а, ну, сформулировали это в виде, э, такого, знаете, как бы сказать, ну, в виде, э, как, как я уже озвучил, озвучил, да, э, в виде директивы. То есть вот, э, теперь, теперь, как вы говорите вы, э, мы, мы ездим вместо. Вот. То есть хочешь ты, не хочешь, как бы, ну, не важно. Вот. Купил в деревне 15 литров пива, начал гощать всех, не согласовав со мной. Ммм. Вот видите, здесь у меня двоякое, двоякое впечатление. С одной стороны, я вас понимаю, и мне хочется, э, конечно, спросить, спросить у вас, э, что вы вкладываете в то, что с вами это не согласовало. В том смысле, что, ну, вот, да, да, вот с вами это не согласовало, как вы на это реагировали, да, как вы к этому отнеслись, как вы это восприняли, с другой стороны. С другой стороны, мне хочется сказать, что, ну, раз вы, вы сейчас сами, получается, напросили ездить, ну, получается, что раз сами напросили, то почему с вами нужно это согласовало. Да? У человека планы, там, человек привык как-то проводить время, не важно, хорошо это или плохо, он так привык. Вот. И, соответственно, вы требуете от него согласований. Опять же, не уточнив, а чего он-то хочет. Вот. Сказала при друзьях, что нам нужны деньги на ремонт, и он поднимает руку месяц три назад, месяца три украшает ударить и кинул подушку неделю назад. А зачем при друзьях, да? Ну, в смысле, зачем? Как вы сами-таки к этому относитесь? Как вы сами относитесь к тому, что вот при друзьях вот так вот, значит, человеку, ну, своему мужчине, да, сказали? Вот. Дальше. При поездке, да, это свидетельствует о конфликте между вами и о том, что вы зажимаете свои чувства. Вы зажимаете их. То есть, как бы, ну, вот, копите себе, бедая. При поездке домой стукнул два раза панагене синий, когда его друг вызвал в такси, просто доехал, доехав до него, сказал таксисту, можете принять другие вызовы, надо дальше ехать. Не понял, что вы здесь написали. Честно говоря, не понял, что вы здесь имели в виду. Вот. Значит, я опять устроил истерику. Ну, оказывается, истерика не первый раз, как часто вы устраиваете истерику, и как вы сами к этому приходите, как вы сами приходите к истерике. Вот. Дальше таксист отвез нас после других вызовов. Я была халатна. Что это значит? Ну, то есть, как вы относитесь сами к тому, что были халатны? Он приходил два дня домой после работы, смотрел ребёнка, было нормально. Что значит, смотрел ребёнка и было нормально? Что это значит? Я сказал, пойми, если будут рукоприкладства, нанесадимся, на тебе будут алименты. Ну, здесь опять же звучит, как будто с одной стороны угроза, с другой стороны, ну, как бы... Ну, понимаете, это не выглядит как обсуждение, как стремление найти какое-то решение. Да? Вот. Обматерил, материл тоже месяца три громко меня, потому что я купил двушку, продав свою однушку, добавив в наш капитал, и собранных нами денег я тоже хорошо зарабатывал без ипотеки. Вот. Очевидно, что здесь у вас нет опыта отсутствия бюджета. Пошёл, набился, был в ярости впервые при мне так сильно, сейчас ударю, говорит, глаза обвешенные, держит кулак, ты меня довела, я сказал, внизу мне доживёт, пошёл, разбил стекло дверь и успокоился. Сказал, ты меня унизила при друзьях, я тебя не прощу, не буду с тобой жить, но не уходил на алименты, тогда заберу ребёнка. Ну то есть тут у нас как бы идёт уже эффект, получается, очень много всего накопилось. Я ключи забрала в стихушку у него, как он хоть сказал, когда вдвоём были, причём мой папа ненадолго, только так, собрав вещи, уехал в деревню. Ну, как не дошли дорогу, прикладывался, он не понимал. Ну, вот, ваше, так, раз, два, три, четыре. Вот, третье, четвёртое ваше предложение, первое ваше вопросе, нам может быть ответ на этот вопрос. Так, значит, дальше, дальше, дальше. Так, человек, он добрый и понимающий, но в детстве, значит, произошло несчастье, отец после этого пил, ага, значит, сестрёнка, сестрёнка после этого родилась, она адекватно добрая, но сестра батарша имеет тиранские наклонности, мать его другая хорошая, нас двоих ругает, если что-то не так, сестра его только меня. При чём здесь, я-то не очень понял, не очень понял, при чём здесь сестра, при чём здесь его мать. Ага, то есть он добрый и понимающий, возможно, он добрый и понимающий, но у него есть травмы. Как бы, да, то есть вот, учитываете ли вы эту травму, ну, не совсем понятно, да, опять же. А вот, там что, как бы, ну, это серьёзно вообще тут. Как бы он, ну, серьёзно, серьёзная история, касающаяся травмы. Вот. И опять же, у меня есть такое ощущение, что вам, вы знаете, важно, как будто бы, вот только то, что он добрый и понимающий, как бы, вам, вот как будто бы по моим ощущениям, да, важно только это. Вот. Понимаете, вот какое-то такое у меня чувство. Чувство. Вот, не очень, конечно, приятно это говорить. Вот. Чувство. Чувство. Ну, вот, если, есть ощущение, что вам важно вот только то, что он вот такой вот добрый, Такой вот понимающий, как вы говорите, и всё, а личность его, ну как-то вы не сказать, чтобы особенно сильно, да, ну как-то вот рассматривали, что интересовались идею и, ну, в целом, внутренним миром человека, вот. Вот это мои, как бы, впечатления здесь, вот, в данном случае. Вот, то есть, доброта и, ну, доброта и, вот, какое-то, условно говоря, понимание, да, это хорошая вещь, доброта. Вот, но нужно, ну, наверное, да, нужно, наверное, понимать, что, ну, только вот на одной добрости, там, условно говоря, не уедешь. И каких-то, ну, адекватных, там, отношений, да, вот, таких прям, вот, хороших отношений, здоровых отношений, да. А, ну, не построишь, к сожалению, вот, на одной только доброте. А вот вы, в этом смысле, как будто бы, вот, именно в этом направлении, ну, как бы, движетесь, да, вот вы, как будто бы, вот, именно так думаете, что, вот, можно, на доброте, на, чтобы, чтобы, вот, он, там, условно говоря, все, там, для вас, делал, вот, и все. Не, на этом, только на этом отношения не построить. К сожалению. Дальше. Столько плохого про меня сказал перед уходом, плохая хозяйка, все это мелочей перечислил, чтобы опять описывалку, он хочет отдохнуть, поздравить, будет говорить, я во всем виновата. Ну, как всегда приказывает ссоры. А из-за чего ссоры-то были и что вы делаете для того, чтобы ссора возникала? Ведь в ссоры участвуют оба партнера. Я думаю, просто не семейный человек, который так же выходные только на себя хотел встраиваться, и со мной с дочкой мы начинаем жить, и его удовольствие. Я права? Нет. Вы не правы, если бы это было так, он бы, собственно, не стал бы с вами жить, и, в общем-то, не зовем бы с вами ребенка. Вот. То есть кто такой семейный человек? Вот опять же, да? Для вас как будто бы здесь важно именно вот семейный, не семейный. Понимаете? То есть вот история, она как-то вот об этом. У вас градации такие, вот. У вас вот такие градации. Семейный, не семейный, добрый, значит, ну. Добрый, 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 понимающий. Вот. То есть это, ну, просто вот я бы сказал, я бы сказал, что это, что это вот, на мой взгляд, довольно поверхностное, довольно поверхностное знание вашего партнера. Вот. Вот. Опять же, да, как бы не обязательно, я понимаю, что, может быть, вам это не очень приятно слышать. Вот. Но лучше будет, если эту правду вы услышите. Вот. Допустим. Ну, допустим, от нас. Да? Вот. То есть, как бы, это поверхностное восприятие человека. Как поверхностным восприятием человека, на мой взгляд, является, вот, ну, ваше такое высказывание, да, что он не семейный человек. Ну, не бывает, не бывает людей семейных и не семейных. Семейными люди становятся из чувств к другому. Ну, ну, из чувств к другому, к другому партнеру. Вот. Так, так получаются семейные люди. То есть, это не первая, не первая причина, скажем так. Вот. Понимаете? А вы, вот, тут вот, конечно, в этом смысле, просто, свои качества, свои желаемые качества, которые, которые вы бы сами, ну, хотели, которые вы бы сами хотели видеть в машине, да, вы приписываете ему и ругаете, ну, условно. Говоря, его за то, что у него, ну, грубо говоря, их нет. Вот. Понимаете? Такая вот, ну, такая вот, да, в данном, в данном случае история здесь, на мой взгляд, получается. И, на мой взгляд, это просто объединяет ваши отношения. Дело в том, что агрессия и так далее, ну, все это откуда-то появилось у мужчины, я имею в виду, да? Вот. То есть, я хочу сказать, что не всегда, ну, не всегда же она была отправлена. Вот она появилась откуда-то. И нужно здесь посмотреть на то, что вы делали, в том числе, чтобы это возникло. Далее, далее желательно, чтобы вы ответили себе на вопрос. Вот. А чего вы хотите? Если вы хотите пережить расставание с человеком, да, например, это одно дело. Мы вам в этом вполне можем помочь, ну, пережить расставание. Если вы хотите отношения гармонизировать, например, да, вот, то поможем вам и это сделать. Гармонизировать отношения. Поможем. Но просто сначала, сначала разберитесь, пожалуйста, с вами в том, чего вы хотите. Вот. Ну, вы сами в этой ситуации. Просто вы хотите сейчас право химиноватить, знаете? Что это решить? Это даст вам, ну, я не знаю, уверенность какую-то. То есть, так вот, ну, сейчас, типа, вы сомневаетесь, да? В том, что вы, там, условно говоря, ну, правильно как-то поступили, да? Сейчас вы не уверены в этом. Вот. Значит, вы хотите получить, ну, подтверждение, получается. Вы хотите получить подтверждение тому, что вы поступили правильно. Вот. Так это должно работать. А если вам это подтверждение нужно, не означает ли это, что вы как-то вот, ну, ну, не означает ли это, как-то вот, что вы, ну, ну, что вы в себе не уверены. Вот. Потому что, если вы не уверены в себе, то с уверенностью в себе вам, в первую очередь, нужно поработать-то как раз. Вот. А уже потом будет как-то, ну, более, более очевидно, более очевидно и более, скажем так, понятно. Вот. Вот. А, что, ну, что, что вам делать дальше. Вот. Потому что, сейчас вы как будто бы, вот, просто, пытаетесь справиться, а, со своей обилией. Вот. А, ну, вы пытаетесь, пытаетесь как будто бы справиться, со своей обилией, которая у вас вот, ну, присутствует. И вот, чтобы справиться, значит, со своей обилией, да, вы вот пытаетесь понять, кто прав. Вот. Вот. Ну, такой момент здесь заключается в том, что для вас это ничего не решит. На этом всё. Надеюсь, что мой ответ был для вас полезен и интересен. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу и позволит вам стремулировать базовые постулаты для психотерапии. Только вот сервер. Спасибо.